Сегодня в горах был такой же туман, как и в мировой политике. Все, в общем-то, понимают, мир изменился, он стал сложно сочиненным и четкости взаимоотношений нет. Участники Валдайского клуба сошлись во мнении, что пришло время возвращения политики сверхдержав, а это Америка, Россия, Китай. И вот такое движение к многополярности должно все же привести к более справедливому порядку в мире. Об этом говорили участники Валдайского клуба. И в интервью с различными отечественными и иностранными журналистами на открытых террасах отеля. А задать вопрос относительно мирового устройства и перспектив на ближайшее будущее, конечно, хотел каждый. Мы живем в период глобального дисбаланса, беспорядка, который сменил иллюзию порядка, наступившую после Холодной войны. Все думали, что вот наконец мы прекратили конфронтацию, ну и теперь все пойдет как-то уже по-другому, без вражды и конструктивно. Ничего не вышло, потому что сама модель, вот эта вот основанная на американоцентричности, она не сработала. А какая другая модель сработает в этом мире, никто не знает. И первая сессия международного дискуссионного клуба, проходящая в открытом режиме, началась с темы, как преодолеть естественные противоречия крупных игроков во имя сохранения мира. Сейчас, по мнению политологов, в мире наступил глобальный бунт. Многие государства, в том числе и России, и развивающиеся страны, не хотят жить по законам и правилам других. А в свою очередь США не может поверить и смириться с тем, что и произошли геополитические изменения. Профессор политологии Джон Миршаймер из Чикагского университета, так и говорит, Россия возвращается из мира мертвых. Свыше двух десятилетий они воспринимали нашу страну как обломки советской державы. Ключевым игроком на международной арене в ближайшем будущем США называют Китай, где и намечается конкуренция в области безопасности. И сами же американцы считают, что это они буквально бросили Россию в объятия Китая. В то время как Европа замкнулась на своих внутренних делах. А представитель Поднебесной Фуин достаточно уверенно пояснила, что у них нет привычки вмешиваться в политику других стран. И работать нужно вместе и выстраивать равные отношения. Взрывной рост неопределенности в мире, конечно, порождает разные слухи. Не зря журналисты задают вопрос, а может ли быть война? Войны, я надеюсь, скорее всего не будет главным разумом, потому что существует до сих пор страх перед ядерным адом. Но я думаю, что мы сейчас где-то в 62-м или 84-м годах, когда мы подходили реально к грани войны. Мы можем сорваться, безусловно, потому что может быть ошибка или может прилететь черный лебедь. Но я думаю, что именно для этого Россия и показывает свою готовность к сдерживанию ядерному, для того, чтобы наши партнеры, которые забыли немножко 62-й год и другие годы, вспомнили о нем. Но как бы мир не менялся, как бы не распределялись центры силы, порядок, по мнению политологов и экспертов, гораздо лучше, чем беспорядок. И поразмышлять в эти дни в Сочи им есть о чем. Тем более к дискуссиям Балдайского клуба в четверг присоединится президент России Владимир Путин, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Елена Австец, Надимир Даниловский, телекомпания ФКТ.